Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это первая серия нового ФФА-сериала в Сидмерс Цивилизейшн 6. Эта игра проходила еще до весеннего патча, но несколько спонсоров очень просили меня все равно ее выложить, и я считаю, что она действительно необычная. Начнем с того, что мы играем на случайной карте и даже случайными цивилизациями. То есть я даже не знал, за кого я буду играть. Ну, понятно, что по картинке, по названию вы уже понимаете, что мне выпала Кри, а вот какие цивилизации у моих соперников, какая карта и прочее-прочее будет неизвестно. Кроме того, сама игра получилась необычной, развязка у нее необычная и так далее, и так далее. Поэтому, несмотря на то, что она игралась до патча, я считаю, что смотреть ее будет интересно. Ну и традиционно спонсоры видят все серии сразу во вкладке сообщества, переходите, вы сможете игру посмотреть. Для всех остальных серии будут появляться каждый день. Традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников партии. Всем приятного просмотра. Ну что ж, карта случайная, но выглядит как какие-то архипелаги, возможно. Ресурсы изобильные, но для изобильных не так уж и много у меня на старте ресурсов, как мне кажется. Но я уходить никуда не буду, я здесь поставлю город. Вот, в общем-то, раз, два, три. Тут еще вот под рекой место будет. Начну со строителя, конечно. Не хочу откладывать. Единственное, что мне так быстро строитель не нужен. Хотя, через три хода я обработаю пшеницу. Будет быстрее расти. Как раз открою животноводство. Возможно, должны быть рядом лошади, а заодно обработаю и оленей. Давайте, давайте. Так, Пангея ультима. А что я открываю? Понятно, что один только этот континент. А это точно бетербаланс? А что, училась? Захочалась. По-моему, он по-бому. Ну, карт-то случайно, он бетербаланс не работает. Что, бетербаланс только на Пангея работает? Вроде как. Я точно не уверен. Так, а что, ты уже встретил кого-то или что? Не, я не встретил никого. Просто у меня внизу тундра. И все, не люкса, только два камушка ряда. В третьем ряду. Ну, первый ход, ну, ты же ничего не знаешь. Блин, я хотел проверить. Заслушался их. Давайте лучше так, 3-3. Нормально. Откроем. И вырастим. И как раз поселенцы начнем. Да, вот здесь нормальный город встанет. Тут надо будет еще исследовать. Что-то поставить. Так, давайте вспомним, какие у нас там особенности. Все свои дают коллективные виды. Исходящие торговые пути дают подмейкеру пищу за лагерь и за пастбище в конечном пункте. Угу. Доступен торговый путь и бесплатный торговец после изучения гончарного дела. Ничейные клетки в радиусе трех клеток вокруг города. Да, переходят. То есть, гончарное дело желательно. Ну, хотя, пока не будем особо спешить. Анна, я потом подумаю. Давайте сюда пока. О. Руинка. Надо сходить забрать. Ну, в принципе, места нечеток. Нечеток. Вот здесь водяная мельница. Это, наверное, может вырубать буду все эти... Всю эту пшеницу. Фиг знает. Фиг знает. Блин, музыка вот эта забывающая. Кри, может я ее отключу? Пока. Рабацкий. Я думаю, на что пантеон брать? Если брать. Здорово. Вы играете, Ильича? Да. Уже? Да. А, ладно, ладно, удачи. Так, лошади будут следующим ходом видны. Давайте, наверное, сюда пойду, тут обработаю пшеницу. Мне надо еще думать о треугольнике. То есть, наверное, вот здесь будет коммерческий район, здесь гавань. Так, а что же за карта такая? Ужасная. 11-4, а так. 6-4, вот так оставим. А для Канады. Ну, разведчик, отлично. А, блин, уникальный. Ну, у тебя Манса Монте, да? У меня просто остров. Все, как бы. Ну, видимо, какие-то архипелаги. Судя по всему. Дальше-то у меня такие подозрения тоже. Блин, взять на холмы или на леса? Вот в чем вопрос. Тут как-то больше лес. Ладно, возьму на леса. В общем, такое смешное. Ну, и где? Лошади, вот, лошади. Нормально. Нормально. Давайте гончарный. Или вообще рано, подождите, рано еще гончарное дело. Надо его открыть, когда город второй поставит. Коль король. А прикиньте, он в Крин. Пять лошадей. Пинки лошадками. О, Гонконг, здорово. Ну, не самая лучшая ГГшка, но то, что я его уже встретила на производственной, это неплохо, до начала игры. Я думал через разведчика играть, но походу я правильное решение. Ну, есть какой-то проход, я думаю, если там кто-то будет, я думаю, может туда лучше город повезти? Вот здесь где-нибудь поставить. Что-то видно к кому-то проход, такое ощущение. Хотя, посмотрим. Пока непонятно ничего. Так, ну, ставим. Может, тут военный опыт для юнитов-разведчиков пока. У меня всё-таки этот Акичита бегает мой. Угу. О! Во, внизу кто-то, видите, да? Границы. Так, это интересненькое мастерство. Ну, давайте думать. Ну, мне, наверное, всё-таки сюда надо сначала вести город, ставить. Да, ну, надо лошадей обработать. Поэтому вот так сделаю. Мастерство ускорили. Верховую езду ускорили. Потому что я ещё открою караван и отправляю в Микиси в Вацик, я буду 2 еды получать. Потому что лошади и... Ну, пастбище и лагерь. Так, 4-0. А вот так 3-0. Давайте сразу ещё поселенца. Ну, нам куда-то сюда надо будет, скорее всего, ставить. Давайте сходим. Здесь, потому что тут Гонконг, наверное, будет мешать. Расселяться. Блин, я не хочу подходить, чтобы не встретить. Но это... Могут быть кого угодно границы в связи с этими цветовыми схемами. Это может и бразилец будет, и не особо на бразильца похоже, кстати. Я хочу тут поставить город. Вот он тут на перешейке, Гонконг. Вопрос. Ставься мне на перешейке, чтобы... Так-то я вот с этой стороны ставлю, и этот чувак на меня нападать не может по морю. Вот и вопрос. Как лучше поступить? Так, давайте я... Здесь вот и следующее. Да, ну вот тут еще река есть, видите? Я бы, конечно, сюда города ставил, в эту сторону. Это вообще законно, у меня рабочий. Просто попал под шторм, и не стал рабочим. Ну и ты не ознакомил его с техникой безопасности. Ну это что-то не прикольно. Ну в следующий раз больше не просто в журнале галочки ставят. И причем, знаешь, шторм налетел, и сразу же в этот вход улетел. Рандом такой, рандом. Ну ты же четверочку поставил на стихийных бедствиях. Была бы двоечка, но, может быть, он и выжил. Ну и извращаться. Ну мир похоже как новый, я так понимаю. Я так понимаю. У меня тоже буря началась. В Гонконге одно население погибло. О, кого я встретил? Привет, Леша. Привет, Колд. Далеко? Ну, прилично отсюда, да. А, хорошо. Ну тебе повезло, я смотрю, конечно. Да ладно, повезло. Повезло, повезло, не приведняйся. Мне вот он не нравится, допустим. Бабенция. Бабенция. Так, значит, там где-то финикия. Вот это не финикия, точно. Блин, еще и сюда к нам. Вот он у меня сейчас плава разнесет. Здорово. Блин, ну я бы сюда, конечно, поселился. Растут где-то финикия. Блин, а где я его... Ага, вот тут я его встретил. Ну, напоминаю, ресурсы изобильные стоят. Изобильные, поэтому прям... Радоваться, что-то у меня так... То есть, понятно, что и у других то же самое. Скорее всего. Охорошение давайте откроем. Блин, как бы эта буря действительно не убила нас. Но надо тут все-таки ставить на перешейке. Пускай не закрыт там снизу, но... Тут надо проплывать. Плюс еще я здесь могу город поставить. То есть, я бы в сторону финикии, конечно, расселялся. Так и сделаем. О, ушла буря. Здорово. Блин, одна еда. Так что-то я, видимо, не понял, как работает. Еще раз. В конечном пункте. Плюс одну пищу за лагерь или за пастбище в конечном пункте. Так, может, все-таки из столицы надо отправлять? Странно. Думал, в конечном пункте это туда. Ну, здесь же. Этот же лагерь. И пастбище, правильно? Лагерь и... А, пища за лагерь или за пастбище. То есть, хотя бы... Ну, короче, две пищи все равно должно быть. Две пищи. Не плюс две, а просто две пищи. У меня плюс один, плюс один. Чё, ты почистил, кто-то с уникальными денегами, начали. Ну, или и чудеса нашел, или первый континент нашел. Там могут быть варианты. Мог ферму поставить после того, как мы убили рабочего. Блин, мне бы тут встать, чтобы мне финикийц не мешался. Так, сейчас на юниты надо поставить карточку как раз и построить. А, вот. Работает. Две пищи, да. Значит, нет, колл. Ну, опять перевод дебильный. В конечном пункте. Ты далеко? Шесть клеток. Вот от места, где мы встретились. Что там, колл-то тебя с двух сторон окружают? Он с твоей стороны пришел, так-то. С моей? Интересно. Это, видимо, вот этот. Так, давайте прачников и тут ставим юниты. В раннюю империю пошли. Фороворов нету, да? Счастье, к сожалению, не обработал. Ну, кстати, не наблюдал. А варвары есть действительно? Нет, в стране нету. А, есть? А, есть. Отлично. А, вот границы финики. Понятно. Ну, вот эту территорию можно финики отдавать, а вот здесь надо заселяться. Конечно. Здесь, даже если кто-то ездит за Гонконгом, вряд ли он сюда пойдет. То есть, вот эти места. Но территорий не так много. Вот это интересно, кто желтый-зеленый. Я думаю, что Бразилия минус джейросы, конечно, серьезная штука. Не хочется под них попасть. Кроме шоколада дофига. Но кроме шоколада, где у нас какие-то еще ресурсы на счастье? Хлопок. Все. Получается. Шоколад и хлопок. Немного. Прямо скажем. Ладно, давайте я подожду здесь. Поселенцам надо с дуболомом все-таки идти. Так, этого праечника сюда отправим. Лодки пока не хочется строить, честно вам скажу. Сразу уже нехватка жилья. Давайте тут в очередь амбар. Ну. Может купить камень? Нет, пока денег не так много. Блин, ну кто там, кто-то метки ставил, я не смог нормально походить. Приндец. Так, ну пока выглядит как треугольнички, опять же, да? Понимаете? Тут, по-моему, у нас равнины. То есть, блин. Ладно, пойдемте встретим, кто там снизу. Видите, отберут и сколько, какая лояльность валит. Ага, там уже финикейт сходит. Так, воинов теперь. Ну, я хочу в темный век выйти, как вся. Хотя, за Кри вполне возможно в золотой вначале выходить. Давайте мореходство открою. Чтобы лодочки можно было строить. Ну, мы тут как-то плотничком втроем. Все равно вот этот парень... Парень... Тут сразу есть. О, чудо. Блин. Это я возьму руинку и возьму чудо. И открою чудо. Ай-яй-яй-яй. И встречу чувака. Черт. Черт. Это поэт, а я его имя финикейт не брал. Я не думаю, что он его... Это чудо-дет. Ну, в смысле, эту руинку... Там внизу вообще ничего нет. Правильно, что туда пошел. Знаешь, когда люди обычно так говорят... Хочешь пойти и проверить. Ну, сходи с ним. Нет, сходи вообще. Ведь я и говорю, там вообще ничего. Я по территории, в принципе, могу догадаться. Это же радио учитывается. Ну, вот у него делается он боится. Если он возьмет руинку и откроет чудо, это сразу нормальный век. Здрасте. Нет, кратиньевку, он дурно. Я не знаю, посорим. Все он возьмет, то, конечно... Я не хочу... Я не хочу... ...вторых школах. Я подумаю, конечно. опа и доно м что он что такое на линии интересно у нас конечно разбросала богиней земли он пришел вечер наверное следующий возьму пантеон так вот сюда схожу гляну что у нас там где мне тебя искать еще одного воина кому из строителя лучше эти строители минус разобильных ресурсах это то что они мешают расположить ромашку огромная проблема да давайте воина потом очередь строителя не кейс уходи скаутом да все таки бразилия опа поселок ну давай ты ташка очки все равно кончились я считал можем поиграть в самую быструю руку на диком западе то есть с хостом ты будешь играть в самую быструю я бы поиграл давай 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 я не страдаю нормально жемчуг киты и это всегда пожалуйста но я тоже вот а вот еще свинюшка кстати да хлопать не надо есть главное чтобы поставить город раньше чем гонконг там поставить вот знаешь самого мирного игрока его это это не ты это не соло вот я готов до конца играть любые союзы так на финикийц я тогда вот сюда вот город поставлю вот сюда вот да ставь ставь а там чудо что-то попросили не называть нации соло всех назвал уже простите меня ребят о куда влез бразилец это интересно так это он же мог не догадаться остальные могли не догадаться все знали что у соло индонезия чтоб просто раз от веточка ему просто встреча такая была раз чувствуется богиня урожая берем хорошие города у вас я так понимаю вот это там чудо так вот нет место то быстро кончится под города сколько городов у бразильца но если что я там всегда за расширить территорию на что намекаешь просто просто сказал кстати может быть и фракталом между прочим кстати это может быть и фракталом у меня есть мысль да я тоже думаю что это скорее всего блин не очень хорошо так надо расти срочно кем угодно образом мину прачником и скаутом города не захватывается но тем не менее неприятно да да тут конечно бразилец жалко перекрыл жди китайская интервенция так пошли а вот еще четвертый вид блин слушай финикейсту так твой не мешается этот скаут давай ты уйдешь куда нибудь ну а у тебя там есть что нибудь нету ни чудес ни ггшек ничего ну лёш ну твоим словам трудно верить обычно ну слушай я буду сейчас вынужден объявить войну скауту просто ты встал на дорогу то есть я теряю сейчас ход теряю просто ход из-за тебя я не могу тут как как всегда вот влезут на территорию я не против чтоб ты исследовал делать так чтоб ты не мешался это до дорогу было встать ну так бразильцы скауты тоже можешь как-то уйти отсюда открыли открыли давайте пока обработку бронзы ну еще и оливки тут ага тут походу конец карты я не могу меточку могу вам дать на игроках хотите найдите его колд колд зовут у меня уже все кто надо нашли нечего мне меточки давать я знаю что ты хочешь сделать в чате на и мы уже он не в чат пишет тяжело без одного очка находите меня пожалуйста кучу денег потратил но она того стоит это выкупить так ну камень наверно надо обработать ладно сначала они камень пойду обрабатывать и здесь отправлю может в гонконг отправить ну он проекты дает сделать его всю деревню что он проект я не собираюсь сейчас хотя флотоводца можно если что будет быстро забабахать знаю не давайте вместо васис 5 ходов до ранней империи еще открыть что построить галера нет это очки дадут кампус блин на кристалл кампуса вообще же через жопу ладно амбар чтобы рос довольство есть да как конечно развиваться еще города так вытянута плыть этот обрабатывать краба тут явно в морские юниты надо идти про мартимиды то бразилица что ли да блин как я достали эти вопли 3 не знаю как вам да это я конечно правильно вот сюда города под другое дело что места васис теперь может отваливаться по лояльности вот в чем проблема тут вырасти надо свое уникальное улучшение опять же в следующем веке хочу сделать уходим уже ранней империи открыто финики так а мое уникальное улучшение на там что дает и напомню сразу доступно да давайте глянем плюс одно производство это это мало что плюс одно производство плюс одно жилье плюс одно золото при соседстве с редким ресурсом плюс одну пищи за каждые два соседних бонусных дополнительный производство золота и пища по мере продвижения так значит вот здесь например хорошо зайдет да как мне наверно вместо ферм надо именно мои улучшения ставить судя по всему это я чтобы ускорить здесь навигацию по звездам так но это по ходу конец карты ну тут сейчас амбар построится я надеюсь так здесь амбар сделан давайте в рост что тут вообще обрабатывается в принципе все правильно обрабатывается может еще строителей надо больше строителей посадим сюда магнуса это вырубим и пшеницу вырубим свои уникальные эти поставим а кичито или не блин а кичито это название юнита как-то хрень называли вигвамы до вигвамы читает уникальный юнит вообще а кичито неплохо захватывает города честно вам скажем но на такой карте воевать наземными не особо хочется так ускорили навигацию по звездам железа пока не особо надо ну кстати варваров немного все религиозные недалы не починились но не было шпать чечевые ученики кем тут сейчас кучу строителей расставлю их и раз еще одного и потом поселенцы так не тут понятно все тут с территории понятного так вот это берег виден а кто-нибудь крышку кучу встречал хоть я одну встретил где ты их встретил на карте то есть вот справа твоей я тебе не буду говорить где да возможно справа возможно я бы сходил на том месте проверил кук ну ты тут жалко что что по твоей территории входит но ты встал на дорогу на дорогу я не спротив чтобы не ходил по территории с ничего игрокова к там шоу если потерял ход по моему в пошаговой стратегии важно целый ход так давайте лошадей ранней империи а блин ранней империи это еще не али не это так это меняем это меняем значит ставим знаете плюс 100 поставлю я наверно скоро построю где-нибудь а здесь поселенцев ну чтобы не менять содержание сейчас не надо против варваров не надо так тут очередь поселенцы тут стоим ждем прибытия магнуса на этом пока все спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока пока